Очередь к офису «Севастополь-Газ» в прямом смысле, за километр видно. Большая часть клиентов – это пенсионеры. Они-то и ждут на улице. И вы не боитесь вот так вот приходить? Нет, не боюсь. Мы просто привыкли именно так. Вот к этой дисциплине мы привыкли. Положено, вот все. Умрину заплатить надо. На прием платежей работают две кассы. Некоторые пенсионеры приходят просто за консультацией, так как не смогли дозвониться по телефону в «Севгаз». Я пришла сюда узнать, почему не работает. Вот люди все интересуются. А как же так? Люди стоят на улице, мерзнут. В офисе газовики объясняют, телефоны и правда не справляются с потоком звонков. И над этим сотрудники сейчас работают. «Севастополь-Газ» подчеркивает, что выезды специалистов на дом не останавливают. Починку и ремонт оборудования будут проводить. Ведь это вопрос безопасности. А вот офис с понедельника работает в ограниченном формате. Ведь через кассу в месяц у них проходит 20% платежей. Платежи мы принимаем. Абонентский отдел у нас не работает на перерасчет и на сверки. Если абонент не сделал оплату в этом месяце, задержался, не смог оплатить, никаких ни штрафов, ни пеней мы начислять не будем. В расчетно-кассовом центре на Суворова народу меньше всего. На 5 касс три человека. Платят за воду и электричество. В офисе водоканала по приему юридических лиц особый режим. Дальше порога людей не пускают. Принимают только документы на обработку. «Я вашу приему, мы отдадим мастеру, будет обрабатывать. Если у вас есть возможность, пожалуйста, дождитесь. Через кассы водоканала проходит порядка 15% платежей. Поэтому население просят по максимуму постараться оплачивать счета онлайн. А вопросы направлять по почте». Прием населения по вопросам начислений, разъяснений по платежным документам в настоящее время ограничено. На расчетных участках организованы боксы для приема заявлений абонентов. Также абоненты могут обратиться через сайт, который и оставит свой вопрос, либо какие-то замечания по вопросам начисления. Данное обращение будет переадресовано непосредственно в то или иное структурное подразделение, и абоненту будет в оперативном порядке предоставлен ответ. Клиентский офис «Севэнерго» вообще пуст. Работает только касса. А вместо форм для заполнения у стоек разместили санитайзеры. «Нагрузка на колл-центр возросла в связи с режимом повышенной готовности. Также это время совпало с временем передачи населением показаний своих приборов учета. Мы переформатируем работу персонала, увеличиваем количество сотрудников, которые работают через электронные обращения, по телефону». Всего 12% потребителей электричества оплачивают его наличкой. Сейчас клиентов просят по возможности пользоваться дистанционными сервисами. Также до 6 апреля «Севэнергосбыт» приостановил отключение от сетей бытовых должников. Так что по возможности пожилым клиентам ресурсники рекомендуют подождать с платежами и побыть дома. Полина Кольт, Андрей Тымчук, Новости Севастополя.